Ребята, сразу попрошу, пожалуйста, прожмите большой палец вверх, стараюсь постоянно для вас, но мотивация падает из-за того, что вы просто-напросто забиваете и не ставите лайки. Прожми большой палец вверх, потому что я открываю путь до ЗГА, путь до заместителя главного админа. Я буду в видосах стараться на все 100% для того, чтобы спецадминистратор меня заметил и, может быть, когда-нибудь даст возможность стать новой должностью. Я не подведу. Эй, на связи Виталия Старка, это новая серия на проекте BlackRush. Пожалуйста, братишка, сестренка, прожми большой палец вверх, тебе не сложно, мне будет очень приятно. Я хочу, чтобы вы быстро набирали 1000 лайков, для того, чтобы каждый день выходил видосик. Смотрю на статистику и мне реально неприятно от ваших лайков. Прожми лайкосик и завтра получишь видосик. Сегодня я открываю новый путь до заместителя главного админа. Надеюсь, что меня спецадминистрация нашего проекта заметит и все-таки даст мне возможность, до которой я иду уже долгое-долгое время. Я буду стараться. Мы вместе с вами покорим эту вершину. Вот 100%. Садитесь поудобнее. Серия получилась интересной, познавательной. Я желаю тебе приятного просмотра. Ну а если ты кушаешь, то приятного аппетита. Для тех, кто в танке и для тех ребят, которые не знают меня, ну или не знают мою должность, я являюсь куратором администрации. Черный плащ! Зашел я, получается, на сервер. Сразу проверяю админов в сети. Админов сейчас не очень много. Время 12 часов дня. Сервер полный. Сейчас нужно позвать в игру большее количество админов. Админы сейчас будут заходить. Хочу вам сказать, для ютуберов админов, да, есть команда ютуб, благодаря которой вы, как сейчас я, не палите, сколько на сервере репортов, сколько на сервере адков, не палите лишнюю дезинформацию в чате, а также вот где я, получается, за мной, там выскакивают постоянно читеры и прочие ошибки нашей админ античит системы. Это палить вообще запрещено. Раньше когда-то я не понимал эту структуру. Мне спецадминистратор все прекрасно донес, рассказал. Это было очень давно. Теперь я доношу информацию до вас. На сервере заместитель специального администратора и в чате я увидел, как администратор просит шаблон. Так, 337-го. Давайте сюда. Дэнни, вы меня слышите? Дэнни, ты меня слышишь? Это он делает неправильно. В данный момент ты своей головой вообще думаешь, что ты вообще пишешь в админ чат. Но у нас на сервере в данный момент заместитель специального администратора. Лиана, ты у команды, грубо говоря, проекта просишь шаблон. Ты в своем уме или нет? Вот скажи мне, пожалуйста, у нее свои обязанности и свои дела. Ты у команды, грубо говоря, проекта, да? Какая разница, ты у команды проекта сейчас перешагнул все головы и просишь у зам спецадминистратора шаблон. Я думаю, что с тобой нужно будет после вот этого разговора со мной провести еще дополнительную беседу от ЗГА и других кураторов. Личную беседу в Дискорде, я думаю, с тобой свяжутся обязательно. Потому что это не есть хорошо. И так делать не надо. Не перепрыгивай головы. Так, в админ чат пишу про репорт товарищей. Сейчас разгрузим. Я просил у других, может ли типа выдать шаблон и сказали да. Выдадут обязательно. В данный момент у нас репорт. Нужно быстро помочь игрокам. Как все наладится, как все освободятся, выдадут вам. Так, берем репорт, помогаем нашим игрокам. 556-й, помогите, пожалуйста. Давайте быстренько поможем, потому что игрокам нашим нужно помогать. Иначе очень вскопится много жалоб, которые нам вместе с вами, с нашими админами придется, в принципе, вытаскивать из низов. Поэтому мы сейчас будем работать немножечко с репортами. Все я вам показывать не буду, потому что это вам будет скучно. У меня еще много и других обязанностей, которые я буду сейчас выполнять. Вот смотрите, игрок нарушает правила нашего сервера, проекта. Это работа в госформе. Мы его сажаем в джайл. Здесь у нас, получается, есть работа в форме гос. И именно за это мы его наказываем. На 30 минут. Вот. Запоминайте, ребята, потому что плохого я вам никогда не посоветую. Также от младшей модератора приходят АЭФки. Меню форм для администрации. Мы их должны, как старшие админы, да, кураторы, ЗГА, ГА принимать обязательно. Потому что у младшей модератора нет там возможности забанить и так далее. Но каждый админ должен потом писать после принятия формы плюсик в чат. Ну, это вот, допустим, на нашем сервере, чтобы мы понимали, что админ не ошибся. Он проверил, что я там правильно забанил по его форме человека. Смотрим хелперов в сети. Хелперов на самом деле достаточно для того, чтобы наша работоспособность нашего сервера по вопросам, да, была на высоте. Хелперы отвечают очень грамотно, четко и быстро. За это вам огромный респект. Ребята, приходите к нам тоже на хелперов и ждем вас потом на посту админа. Всем будем рады. Также проверяем неймлист, который может копиться. Коршин Страх. Ну, может зовут его Коршин, фамилия Страх. РП ники на РП ники не меняется, поэтому мы отказываем данное предложение от человека. Вот, смотрите. Унгварн. То есть он нечаянно ганварн выдал не тому человеку. Я сейчас принимаю эту форму. Джимми Веттс. Ошибка. Причина, да. Бай, Дмитриев. Почему злой такой? Я не злой. Я пытаюсь тебе донести информацию, которую хочу донести, которой ты должен немножечко владеть. Для того, чтобы закрепиться на посту администратора, нужно думать головой. Потому что смышленый человек всегда быстро найдет себе проход в гору, по которому он быстренько поднимется. Поэтому я должен был, обязан был провести с тобой такую мини-беседу. Благодаря которой ты немножечко отложишь это все дело в своей голове. Я быстренько прослежу сейчас за хелперами, для того, чтобы не допустить от них каких-либо грубых нарушений. Потому что они будущие администраторы нашего проекта. Если они будут совершать на посту хелпера грубые ошибки, да, грубые нарушения, они могут слететь со своего хелпер-поста. Потому что как же они будут нарушать, да, а потом за это, за такие же ошибки будут, грубо говоря, сажать других людей. Это неправильно. В принципе, проверил хелперов. Хелперы все отлично себя проявили. Никаких грубых нарушений от них не вижу. Посмотрим, что у нас по админам сейчас быстренько. У Италия, что такое? Админов у нас в сети очень сейчас мало. Потому что, скорее всего, многие гуляют, лето. Понятное дело, что люди хотят тоже отдыхать. Но, но, за сервером приходится следить. Поэтому еще сейчас позовем админов в сеть. Здесь у нас неймлист, уже немножечко подрост. РП-ник на РП-ник не меняется. РП-ник на РП-ник тоже не меняется. И РП-ник на РП-ник не меняется. Паша Спиров на Трофимов Вова. Ну, как бы, Паша Спиров это более РП-ник, чем фамилия, имя. Как бы, от перестановки слажаемых сумма не меняется. Но, все же, ребят. Так, хватаем репорт. Пупсики, помогите. Я не могу двигаться. Выстанавливаюсь с ЗД. Я не двигаюсь. Так, его, я так понимаю, нужно за... Его, я так понимаю, нужно расфризить. 763. Может быть, сейчас будет бегать. Пришла АМ-очка. Мы ее быстренько принимаем. Вы указали, не имеет Гону Ван. А, ну все, я понял. Так, ну что у него? Он может бегать? Или давайте его заспавним? Потому что он сидит на одном месте. Помощь. Попробуем его заспавнить. Может быть, сейчас он сможет ходить. Либо же он сейчас прикладывается для того, чтобы я к нему телепортируюсь. А, все, бегает. Все, замечательно. Скорее всего, он специально стоял для того, чтобы я к нему телепортировался. На самом деле, такое делать нехорошо. Потому что администрация работает 24 на 7. И админам реально быть очень тяжело. Потому что очень приходит много жалоб, на которые нужно администрации отвечать. Также нужно следить за антидмом, за вип-чатом. И вообще следить за игроками. Короче, много-много всего функционала у администратора. Но это все дело привычки. Также, ребята, хочу сказать для админов. Вот, смотрите. Мы следим сейчас за игроком. 595-й айди. Снизу, да, где у него ноги, мы видим тоже 595-й. Даня Донателло. А бывает такое, что администратор следит просто за игроками. Да, допустим, ищет ботов, как я в слежке. Перелеснул, оп, оп, пару раз. И остается другой айди. Поэтому внимательно смотрите. Лучше на человека айди. Вот, смотрите, 595-й, да, ДМ 595-й. Мы его сажаем в деморган. Плюс у него ганварн. Он не сможет пользоваться оружием. И человек посажен. Вовремя я зашел за ним в слежку по антидему. Да, за антидемом нужно немножечко уделить времени. Потому что рано или поздно человек вновь будет демить. Но вот здесь что мы видим? Мы видим, что люди у нас просто с друг другом перестреливаются. Непонятная перестрелка. Опять же, нужно посмотреть, взаимная ли она. Я сейчас видел, что и эти игроки, и другие противоположные стороны с друг другом перестреливаются. Поэтому сажать я их в тюрьму не буду. Причины и кто первый начал, я не видел. Поэтому состава их нарушения просто-напросто нету. Человек написал, что идет слив военки. Выдает просто так выговоры. Наша задача отреагировать. Так как следящих сейчас нету. Мы одеваем форму военного. Был остановить приз в организацию для того, чтобы видеть чат. Пока я зашел в организацию, в данный момент я пока что не вижу. Посмотрите, он вроде полковник, а Эдзо... Его ник. Так, ну давайте посмотрим. Есть такая команда в Мемберс. И ищем, кто у нас в сети. В принципе, по поводу полковников. Просто нужно вести команду лидер. И мы увидим. В воинской части сейчас просто-напросто нет. Он мне выговор говорит, просто так тридал и меня кикнул. Может быть, есть за что. Может быть, нет. Если он жалуется на полковника или подполковника, да, либо лидера, либо заместителя его, мы что должны сделать? Мы должны проверить всех замов и лидеров на всякий случай. Потому что от человека пришла жалоба в то, что там есть, скорее всего, слив. По-хорошему, нужно это все дело проверить. Ну, а в лучшем случае, игроку нужно обязательно подавать жалобу на официальный форум BlackRush. Так, здесь у нас 609-й EPP-шит. Просит сначала помощи. Хасан чекает. Да это EPP, емое. НРП-драйв 609. Что не сделаешь ради ролика, да, Максим? Ну, я считаю, что это неправильно. Так, человек написал жалобу то, что здесь ДМ. Да, тут, 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 код. Смотрим. Сейчас, я так понимаю, он выйдет на улицу. И там его будут поджидать игроки, которые будут дэмить. Так, он бежит. Смотрим. Будут стрелять. Опа. Уже стрельба идет, да? Или нет? Пока что все нормально. 58-й открывает стрельбу. 58. Видите? Не-не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо. Смотрим. Все. Все. Он админу написал. Мы договорились. А, уже договорились, код. А что тихо-то? Ну, видите, вы сами ДМ. Короче, распространенная, ребята, ситуация в плане семей. Семьи как неправильно поступают. Если кого-то, где-то, кто-то задэмил, это не значит, что нужно дэмить всех подряд, делать облавы, получается, на всю семью. Это неправильно. Конечно, в каждой семье, да, в каждой организации, да, в каждой фракции есть свой косячник, который не понимает правил сервера и будет стоять на своем, и будет продолжать дэмить или же портит отношения между другими семьями. Это реально очень плохо. Поэтому лидерам советую. Выдал выговор. Посмотрите, реально выдает выговор, ребят. Смотри. Нека, во-во-во, смотри. Блин, они его убили или нет? Я фрапс пересмотрю. Нека выдает. Ну-ка, айди, Нека. Это кто у нас? Нека. Ну-ка, стопе, лидерс. Сейчас посмотрим. Подполковник, где воинская часть? Вот он, 1199. 1199. Сейчас посмотрим. Ну, он выговоры выдает за что-то, за какие-то нарушения. Он в данный момент находится перед людьми и командует строем. Кто-то не выполнил команду, уволен. Это, в принципе, нормально. Так, для вступительной серии нового пути до ЗГА, я думаю, мы сегодня неплохо поработали. Может быть, что-то вы узнали от меня новое. Может быть, что-то интересное. Будем продолжать этот путь. Вторая серия не за горами. Просто поставьте большой палец вверх и она выйдет на ваши экраны уже завтра.